Доброе всем утречко! Сегодня у меня выходной, сегодня пятница, и я решила пойти погулять в наш таллинский весенний зоопарк. И первой на моем пути мне встретился вот такой шикарный белый мишка. Один белый, другой серый. Сейчас он выйдет. Он такой чумазый, он реально серого цвета. Вон он, вон бежит, бежит, смотрите. Дадим-дадим, дадим-дадим. Вот это белый медведь когда-то был. Тут, к сожалению, произошло несчастье. Один мишка сторожил, который когда-то приехал много лет назад из, по-моему, Новосибирского зоопарка. И он обожал кефир. За это его назвали кефирчик. Вот, когда он приехал сюда, в Таллин, его переименовали. К сожалению, забыла имена. Я помнила все их имена, этих мишек, которые здесь живут. Вот. И у него заболела лапка. Заболела лапка. Видимо, какая-то инфекция попала. И мишку спасти не удалось. К сожалению, животное погибло. И у него остался маленький сыночек, который... Смотрите, там бассейн. И с той стороны люди как будто сидят в бассейне. Только головы торчат. И медведя не хватает в бассейне. Так вот. К сожалению, этот мишка после смерти своего папы, белого медведя, он тоже умер. Вот такая была печальная история. Но сегодня мы не будем говорить о грустном. Сегодня очень теплый, погожий, такой настоящий весенний денек апрельский. Давайте будем сегодня говорить о хорошем. И пожелаем здоровья вот этим оставшимся медведям. У них тут шикарный дом построен недавно. Я как-то снимала наш зоопарк, рассказывала о мишках. Когда только они получили этот новый дом. Но, к сожалению, моему и удивлению, мое видео о нашем зоопарке не вызвало особого интереса. И поэтому я снимаю сейчас больше для себя, для своего удовольствия. Кому интересно, пойдемте погуляем по зоопарку вместе со мной. Я, наверное, туда наверх не пойду. Мишек мы уже посмотрели. Пойдем дальше. Все, вам тут здоровья, мишки. В этом году нашему зоопарку исполняется 80 лет. То есть этот год для зоопарка юбилейный. Какая-то птичка прилетела. Скворечник под номером. Квартира 10. Это здесь же, в зоопарке. Пойдем дальше, не будем мешать ей своими делами заниматься. Слышите, как красиво поет птица? А вот к нам медленно шагает обыкновенный стервятник. Я почему-то его по-другому представляла. Медленно идет, осторожно. Мы сейчас находимся здесь, в этой половине, где обитают птицы. И здесь, похоже, еще не было никакого ремонта, потому что вид клеток еще довольно-таки старый. Там, в другой половине, где млекопитающие обитают, там уже сделан хороший ремонт и реконструкция. И здесь многие клетки тоже сейчас на реконструкции находятся. Это грифы, наверное. Смотрите, какой сидит. Грозный товарищ. Там он второй. Так, посмотрим дальше. Кто здесь? А, это Сип белоголовый. Это был Сип белоголовый. Там наверху степной орел. Так, здесь у нас кто? Орлан белохвост. Вообще, я могу предположить, почему видео о зоопарке не вызвало большого интереса. Я так думаю, что очень много людей, которые против зоопарков. А я вот, например, против цирков. Я против цирка. Мне кажется, что это прямое издевательство над животными. Это беркут. Вот это сидит. Беркут. Потому что там для того, чтобы научить животных чему-то, я думаю, что там только пряником дело не обходится. Наверняка там действует... Наверняка 100% действует кнутом. Это мне совсем не нравится. Ух ты! Ну давай, иди к нам сюда. А в зоопарках многие виды исчезающие удалось сохранить. Только благодаря зоопаркам они выжили. Так что я считаю, это не такое уж плохое дело. В природе их истребил человек. А здесь человек помогает им выжить. Конечно, есть такие зоопарки, где там клетка непозволительно маленьких размеров. То, конечно, это другой вопрос. А есть зоопарки, которые приближены, ну, по типу заповедника, приближены к естественным условиям. Поэтому я думаю, что там животным живется не так уж и плохо. Вот здесь вот надпись. Просим не тревожить старые птицы. Это степной орел. Ну хорошо, мы никого тревожить не будем. Ни старых, ни молодых. Я почему-то думала, что сегодня здесь никого не будет, кроме меня. Тем более будний день. И еще только раннее утро, 10 часов. Но я смотрю, что народу здесь немало в зоопарке. Ладно, птицы тут, все клетки будут реконструироваться еще. Вот там могильник сидит. Сейчас попытаюсь приблизить. Клетки будут все вольеры ремонтироваться, реконструироваться. Это видно в планах. Информация вся в зоопарке на трех языках. На эстонском, русском и английском. Так что проблем не должно возникнуть с получением информации о том или ином животном. Почти каждое животное спонсируется какой-либо организацией или фирмой. Вот, например, орел. С 1995 года его спонсирует универмаг наш, талинский. Вот эту птичку. Ух, какой красавчик, смотрите. Такой в гольфиках или в штанишках. Да, ты красивая птичка. Ой, красивая. Привет. Клюв такой большой, как у тукана. А здесь обитают гривистые бараны. Гривы не вижу, зато вижу крутые рога. Природа только просыпается. Такая сейчас красивая пора наступит. Листочки зелененькие, клейкие появятся. Это, наверное, форзиция будет свистеть. Она цветет такими желтыми цветочками, без листьев. Вот это интересное животное. Так, сейчас если подойдет сюда. Она там травку кушает. Так, сейчас я вам скажу, кто это. Я забываю, кто это. А, это токин. Смотрите. Я совсем недавно о нем узнала. Раньше никогда не видела и не слышала. Так, вот, видно вам. И маленький там токинчик. С мамой тоже травку ест. Вот так токин выглядит вблизи на картинке. Значит, он родился в 2005 году в Берлинском зоопарке. И через год прибыл сюда, в Таллин. А его потомки уже поехали в чешский зоопарк и в украинский зоопарк в город Николаев. Смотрите, как оживает природа, да? Травка зелененькая. Скоро уже все зазеленеет. Вот здесь обитает один из любимцев почти всех посетителей итальянского зоопарка. Это серый тюлень. Он, наверное, позавтракал и теперь отдыхает. Ласту склеил. Осложил ласта. Склеил как-то неудачное выражение. Он поплавал немножко. Я не успела его снять. Поплавал и пошел полежать. Написано, пожалуйста, не бросайте в бассейн монеты. Это опасно для животных. Странно, что люди сами этого не понимают. А вон дикобраз по имени Ральф. Ну, привет. Ты тоже загораешь, да? Сегодня такая хорошая погода. Солнышко. Вчера было плюс 12 градусов. И ведь это только 4 апреля вчера было. Смотрите, какие у него иглы. Очень такие крепкие и острые. Там, где люди стоят, там обезьянки. Пойдем посмотрим на обезьянок тоже. Вот это такой красивый здесь уголок. Здесь летом будет очень много цветов. А сейчас распускаются первоцветы. Я вижу крокусы весенние. В зоопарке очень много мест, где можно посидеть, отдохнуть. Очень много скамеечек, лавочек. Зоопарк довольно большой по площади. Но устать здесь просто нереально. Потому что всегда можно или просто на лавочке посидеть, или отдохнуть и перекусить в кафе. Их здесь несколько. В кафе несколько. Красивые цветы, правда? Ой, я даже шмеля вижу. Вы посмотрите, уже настолько тепло, что шмель даже, вот он сейчас там забрался внутрь цветка. Пойдемте посмотрим на обезьянок. Отсюда даже лучше видно, там стекло такое заляпанное. Зимой они, наверное, тоже находились там, в помещении. А сейчас выпустили погреться на солнышке. Их тут много. Всегда больших и маленьких обезьянок. Это макаки. Всегда они чем-то заняты, очень важным. Пойдемте. Пойдемте. Теперь мы увидим. Пойдемте. 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 Вот. Пойдемте. Пойдемте. А те качаются на качелях. Здесь должен быть камышовый кот. А, вон он ходит. А, вон он ходит. Калу лангетус период А там журавль Водичка там у него сделана Такой водоемчик И даже фонтанчик есть Смотрите, чистит перышки свои Ох, линяет Вот видите, это уже новые клетки И здесь, смотрите Один журавль И такая у него огромная территория Где он может гулять спокойно Видите, какая большая территория Вот ему хорошо здесь На одной ноге стоит А, это не журавль Или не цапли Я думала, журавль или цапли Это стерх Вон там львица А лев обитает в соседней клетке Но его там сейчас нет Зато лежит огромный кусок мяса Ну Привет Ох, какая красотка Смотрите, тоже клетка очень большая Сейчас покажу Кстати, львам, несмотря на то Что вот, в общем-то, неплохие тут условия Собираются строить тоже новый Еще больший вольер Так же, как для белых медведей Чтобы там было все приближено к природе Самолет летит, она смотрит На звук оборачивается Собираются Вольер Вольер Вольер